Это история, когда Кришна однажды пришел в дом к одному человеку. И он показывал, вокруг и спрашивал, чье это, чье это. И человек говорил, это все твое, это все твое. Но там на алтаре была картина с изображением Кришны. Он сказал, это все твое. Единственная вещь, которую мы можем назвать своей, это Кришна. И каждый может это сказать. Если вы преданы Кришне. Господь Чайтанья сказал, что Кришна мог купить и продать его на рынке. Продолжение следует... После посвящения, которое Господь Чайтанья получил в Гае, он был полностью опринен Божественной любовью. Каждый чувствует какое-то изменение, когда он получает посвящение. Каждый, кто получал, он знает это. Сложно сказать конкретно, что это такое, но в случае Господа Чайтанья это была невообразимая перемена. Он до этого играл роль такого очень научного, ученого молодого человека, который постоянно спорил с преданными и которого преданные пытались избегать. Но после посвящения, он будто сошел с ума, он только плакал постоянно и звал, где Кришна, где Кришна. И когда он преподавал грамматику, он использовал все буквы алфавита для того, чтобы объяснять имена Кришна. И когда он преподавал грамматику, каждая санскритская буква, она означала Кришну, так или иначе. На самом деле это факт. После этого Шрила Джива Госвами написал книгу по санскритской грамматике. Она называется Харинамамрита, это изучение санскритской грамматики при помощи имен Кришны. И многие люди думали, что он сошел с ума, ну кроме преданных, потому что преданные на самом деле они молились о том, чтобы Господа не стал преданным. И он был очень ученым, и он был очень красивым, и они думали, что если он станет преданным, тогда он привлечет к себе всех. И однажды его спросили, так ты утверждаешь, что все должны повторить имена Кришна. И они сказали, а как это следует делать? И он начал петь, и так началось движение санскритана. И он спрашивал, а это было восторга. И Наратам дас, потом он сделает эту песню. Шрила Наратам дас так заооружен, написал целый баджан основу и на том, что Господь читаем делу. Он пел имена Господа Нитянанда, Адвайта, Сита. И Бхагавад-Гита, Харе-Гуру, Ваишнава, Бхагавад-Гита. Он упоминает Харе-Гуру, Ваишнава, Бхагавад-Гита. Все это находится на одном уровне. Следом он поет имена шести Госвами. И он предлагает свои поклоны их стопам. И он говорит, что эти личности уничтожают страдания, которые были накоплены множествами лет. Я являюсь слугой шести Госвами. И пыль с их лотосных стопами, это пять видов пищи, которую я вкушаю. И служить их лотосным стопам и поклоняться преданным, это единственное мое занятие рождения за рождением. И мы пытаемся следовать по стопам шести Госвами. Шрила Прабхупада в совершенной форме преподал нам их учениям. И их практику сознания Кришны. Они открывали храмы, они путешествовали повсюду и проповедовали. И они были дружественны по отношению к каждому. Санатана Госвами обходил холм Говардан каждый день. The long way, there's another way you can go a little more far. It's longer. But then he would go through the villages. And everybody loved him. But he didn't just go and say, Чанар Кришна, what's wrong with you? He would be very friendly with everybody. He would ask them, what's their crops, what are they growing, how many cows they have, if you give them milk, if you have any calves. Он спрашивал, какие у них урожаи, все ли нормально растет, сколько у них коров, дают ли эти коровы достаточно молока. Выдали ли вы свою дочь замуж уже. И так как он все время воспевал, люди его любили, они так же хотели становиться преданными. Каждый раз они хотели, чтобы он остался жить в их деревне, но он всегда просто продолжал идти дальше. И в этом баджане говорится, что они были очень умиротворенные, и все их очень любили. Их любили цари, их любили бедняки, их любили даже бандиты, так как они никому никогда не завидовали. И Господь Шритания дал им это оставление, найти места Игоря Кришна, и они исполнили Его. И они были учеными людьми, и благодаря этому они изучили Священное Писание, и смогли при помощи этого определения. И точные места, так как в Писаниях описывается, в какое время, в какой локации проходят те или иные Игры Кришны. Из Коновских храма Шиширада Дамудар находятся как раз на одном из мест Игры Кришны. Они встречались там, обсуждали с Шримад Бхагаватом, и говорили о Кришне. Они написали много книг по наставлению Господа Читани, который инструктировал их, о чем конкретно им следует написать. Мы знаем, что написанное, то, что записал сам Господь Читани, это только восемь стихов Шишаштыки. И то еще достоверно неизвестно, сам ли он записал их, либо он просто надиктовал их, но он инструктировал шесть Госами о том, что им следует написать, и они написали очень много книг. Самое важное из них, это нектар преданности. Но так много книг они написали, например, Брихад Бхагаватамриту Санатану Госвами. И Саджива Госвами, Прабхат, он написал 400 тысяч стихов. Махабхарата – это 100 тысяч. Бхагаватам – это 17,000, 18,000. Шримад Бхагаватам – это только 17,000 или 18,000. И он был настолько высоким искусством, и философически так мощным. Что в Майавазе, они иногда интерпретируют те или иные писания на свой лад. Они говорят, что, ну вот это на самом деле значит вот это. А в случае его писания, там даже интерпретировать их как-то иначе, нежели так, как они написаны, невозможно. Здесь говорится, что они постоянно повторяли имена Кришны во Вриндаване. Он говорит, что, по милости своего гуру и Вашнава, могу постоянно повторять святое имя. Сил Наратама был очень уполномоченной личностью. С самого раннего его детства местные жители думали, что он, наверное, какой-то полубог, потому что он очень быстро учился всему, и он был очень красив. И он никогда не был интерес в любом материальном жизни. Он учил и учил все очень быстро. Его родители хотели женить его, но он сбежал. И когда Шил Наратама путешествовал, он нашел озеро, в котором Господь Шитания, путешествуя прежде, оставил свою прему, он сказал об этом. Когда Господь Шитания проходил мимо этого озера, он повторял Наратам, Наратам, никто не знал, что он имеет в виду. Но он дал наставление Богиня этого озера, что когда Шил Наратам даст такой, придет туда, чтобы она эту прему передала ему. И когда Наратам пришел туда и зашел в эту воду, из воды он вышел уже совсем. Его цвет кожи, в принципе, был темный, но когда он вышел оттуда, его цвет кожи стал золотым и он звучал сиянием. Он отправился в Гриндаван, чтобы встретиться с Господом Шитания, но Господь Шитания как раз оставил. Он искал Господа Литянанду, и Господь Литянанду тоже оставил. И когда он искал шестерых Госвами, те тоже уже ушли. У него очень долгий путь пришлось проделывать до Гриндавана, так как каждую деревню, в которую он приходил, он напоминал местным жителям Господа Шитания, и они умоляли его остаться, и ему как-то приходилось от них убегать. И в конце концов, когда он пришел туда, он принял прибежище у Джимы и Гопала Батты Госвами. Они его ждали. Они знали о его приходе. И затем он подружился со Шитания Вас. Они были очень похожи во многом. И он отправился в Бенгалию и написал многие баджаны, с которыми мы знакомы. В этом баджане говорится, что я предлагаю свои поклоны шести Госвамям и молю их о том, чтобы они разрушили мои препятствия на пути преданного служения. Их изображения находятся у нас на батаре. И мы могли учить эту песню, который называется Госвами Аштакан. Это замечательно. Это сейчас из баджана, который называется Госвами Аштакан, замечательный баджан, его стоит поучить. И там говорится, что я являюсь слугой любого, кто является слугой Госвами. А пыль с их лотосных стоп, это пять видов моей пищи. И мое желание, чтобы жить за жизнью, я смог жить с преданными, которые служат лотосным стопам Госвами. На самом деле, Искон занимается этим, Чилу Прабхупада занимался этим. Один англичанин дал Шили Бхативинау Такуру имя седьмой Госвами. Так как он написал очень много книг и распространил послания Господа Читания по всему свету. И там говорится, что они все время воспевали и повторяли имена Кришны. И мы тоже пытаемся этим заниматься. Их настроение было очень смиренное, они просто все время искали Кришну. Они открывали святые места и объясняли сокровенные игры Шиширады и Кришны. И там говорится, что просто громко воспевайте святые имена Кришны в трансцендентном экстазе и поклоняйтесь святой земле Вриндавана. При этом поддерживайте в своем уме медитацию на лотосные стопы, на божественные стопы.